Молчание и гнят Джонатана Дэми, возможно лучший голливудский триллер из когда-либо снятых. Картина удостоилась пяти статуэток Оскар во всех основных категориях. Подобное до этого удавалось лишь двум лентам, это случилось однажды ночью и пролетая над днездом кукушки. Фильм окупился 15 раз, оброс с сиквелами, приквелами и отличным сериалом. Этот детективный триллер настолько глубоко проник в массовую культуру, что в 2011 году его включили в престижный перечень художественно значимых лент, которые сберегаются для будущих поколений в киноархиве Библиотеки Конгресса США. В чем феномен успеха Молчание и гнят? Сейчас расскажу, ставь лайк и подписывайся на канал. В основу сценария Молчание и гнят положен одноименный роман экс-журналиста Томаса Харриса, который славится маниакальным исследованием тем для своих произведений. Неудивительно, что Харрис всегда тесно сотрудничал с ФБР, когда писал романы о серийных убийцах. Кроме того, он старался выстраивать образы, отталкиваясь от реальных личностей, поэтому в его книгах настолько убедительны психопаты и расследования. Так, книжный эксперт ФБР по маньякам Джек Кроуфорд списан с бывшего агента бюро Джона Дугласа, а в Буффало Билли писатель совместил сразу трех знаменитых маньяков – Эда Гина, Теда Банди и Гэри Хайдника. А вот прототип доктора Ганнибала Лектора долгое время был тайный, пока Харрис сам не открыл ее в предисловии к юбилейному изданию 2013 года. Выяснилось, что в 60-е годы прошлого века он писал статью о серийном убийце Дайкси Симонси. Преступник сидел в мексиканской тюрьме, где Харрис взял интервью у хирурга Альфреда Бали Тревинио. Поначалу писатель думал, что это обыкновенный тюремный врач, но его удивили живой интерес и желание доктора узнать подробности убийств, совершенных Симонсом. Как оказалось позднее, интеллигентный и мягкий Тревинио тоже был заключенным, осужденным за хладнокровное убийство и расчленение собственного любовника. Знакомство со столь противоречивой личностью настолько отпечаталось в памяти журналиста, что спустя десятилетия он превратил Альфреда в Ганнибала. Как и у многих великих фильмов, умолчание и гнят – интересная история создания. Права на книгу приобрел Джин Хэкман на паях с руководством киностудии Орион. Хэкман хотел сыграть лектора, но после провала драмы «Миссисипи в огне» решил взять паузу и не играть в тяжелых картинах. В итоге Ганнибала сыграл не слишком известный на тот момент Энтони Хопкинс. Режиссер и продюсеры высоко оценили его роль в картине «Человек-слон» Дэвида Линча, удостоенный нескольких номинаций на «Оскар» и ставший большим хитом в кинопрокате. В драме «Великого Линча» будущий сэр убедительно сыграл британского аристократа с добрым характером. Джонатану Дэми как раз и нужен был актер, который сумеет воплотить образ утонченного интеллектуала с изысканными манерами, чтобы затем шокировать зрителя кровожадностью и психопатическими наклонностями. В разговоре с Хопкинсом режиссер так и сказал, что Лектор – хороший человек, который заточен в больном разуме. На главную же женскую роль режиссер хотел пригласить Мишель Пфайфер, с которой сработался на криминальной комедии «Замужем за мафией». Но она отказалась, поскольку студия не была готова выплатить ей двухмиллионный гонорар. Кроме того, ей не понравился сценарий. В итоге героиню блестяще сыграла лауреатка премии «Оскар» Джоди Фостер. По легенде, Дэми окончательно убедился в кандидатуре Джоди Фостер, когда увидел, как она решительно идет по коридору и с каким рвением жаждет играть. Такая страсть к роли была вполне объяснима, ведь Фостер интересовалась покупкой прав на экранизацию, но ее опередили другие продюсеры. В ходе подготовки к ролям актеров активно консультировали представители ФБР. Фостер познакомилась с прототипом собственной героини, а Энтони Хопкинс активно изучал психологию поведения маньяков и ходил на открытые слушания по делам убийц. Исполнитель же роли Кроуфорда Скотт Гленн смотрел видео с допросами преступников. Что касается Теда Ливайни, то он знакомился с трансвеститами в барах, чтобы убедительнее сыграть в сценах, где он переодевается в женщину. Сотрудничество с Федеральной службой безопасности не ограничивалось одними консультациями. ФБР разрешила кинематографистам снимать на территории Академии, поскольку проект создавал положительный образ и должен был способствовать рекрутингу женщин в ряды бюро. Стажер Клариса Старлинг действительно бежит через парк на территории Академии силового ведомства. Воплощением образов занимались художник-постановщик Кристи Зея, художник по костюмам Колин Эдвуд и оператор-постановщик Тако Фудзимото. Кристи Зея построила стеклянную камеру. Так кинематографисты придали большую опасность сцене, где Ганнибал приближается к стеклу, словно акула в океанариуме. Предложения поступали также от самого Энтони Хопкинса. Ему удалось убедить Джонатана Дэми одеть Лектора в белую, а не в оранжевую робу, как это принято в американских тюрьмах. Режиссер одобрил идею, поскольку Ганнибал Лектор был доктором и зрители могли оценить подобный ход. Манеру почти не моргать при разговоре он позаимствовал у рептилий. Самого же героя Хопкинс представлял себе в качестве холодного и всезнающего компьютера HAL-9000 из 2001 год «Космическая Одиссея». В качестве режиссера продюсеры утвердили неочевидную кандидатуру Джонатана Дэми, постановщика мелодрам и комедий, а не триллеров. Но решение было осознанным. В сюжете сценарист «Молчание дня» Тед Телли противопоставлял героиню мужскому миру, а Дэми в прошлом доказал, что умеет раскрывать женщин в кино. Так яркие женские образы выступали протагонистками в его картинах «Пересменка», «Дикая штучка» и «Замужем за мафией». Режиссер был одним из лучших в работе с женскими характерами. Об этом свидетельствовали номинации на «Оскар» и «Золотую глобус» актрис, участвовавших в его кинопроектах. Чтобы погрузить зрителя в историю, режиссер и оператор-постановщик особенным образом выстраивали кадр. Почти каждый раз, когда герои и мужчины обращались к агенту Старлинг, они смотрели прямо в объектив. Таким образом разрушалась четвертая стена, и зритель буквально оказывался на месте героини. Клорис уже всегда снимали с небольшим смещением линии взгляда, противопоставляя мужчину. В 70-х годах прошлого века искусствовед Лаура Малви предложила теорию мужского взгляда. Согласно ей, женщин в кино изображают объектом, который мужчины желают заполучить. В фильме «Дэми» героиня Джоди Фостер выступает не только объектом, но и субъектом. Именно она двигает историю вперед и доказывает, что способна на равный действовать с мужчинами. Поэтому «Молчание гнят» во многом феминистское кино. Бриллиантом же драматургической составляющей картины стали взаимоотношения Кларисы и Ганнибала. Он оказывается единственным, кто помогает девушке справиться с чувством вины перед отцом. В лице Ганнибала агент ФБР находит наставника, в котором она бессознательно видит фигуру погибшего родителя. Зритель, как и Клариса, словно ребенок, подпадает под обаяние доктора. Его внешние добродетели до поры до времени скрывают звериную сущность этого безжалостного человека. Ганнибал чувствует героиню, не воспринимает ее в качестве сексуального объекта и понимает, как заставить ягненка из кошмаров замолчать. Ганнибал в стиле Сократа подталкивает Старлинг наводящими вопросами, на которые героиня самостоятельно ищет ответы. Примечательно, что у Хопкинса и Фостер только четыре совместные сцены, но каждая из них служит мастер-классом по драматургии и режиссуре. Экранное время Ганнибала Лектора составило всего 24 минуты 52 секунды. Тем не менее, этого слегка и хватило, чтобы киноакадемики запомнили Антони Хопкинса и удостоили его премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Если тебе понравилось мое видео, то поставь лайк и подпишись на канал. И обязательно оставь комментарий. Всем добра!